Всем привет, ребята! Сегодня мы с Денисом решили провести очень прикольный челлендж и побаловаться в магазине. Мы заранее подготовили немного туповатые задания. Немного, ага, конечно. Ну и чтобы определить, кому какое из нас задание достанется, мы будем крутить рулет. Да, мне кажется, это будет очень стремно, потому что нам придется задание все-таки выполнять в магазине. Надеюсь, нас охранники сегодня не выгонят там. Я тоже на это очень надеюсь, тем более, что я такой немного, да и Денис тоже, между прочим, стеснительный человек, поэтому... Но будем сегодня это преодолевать. Фух, ребят, короче, обязательно ставим лайкосик, подписываемся на нас в инстаграме и давайте уже начинать. Я хочу скорее понять, какие же задания нам придется выполнять. Так, сейчас нам надо определить, кто первый будет крутить барабан. Фух, давай. Фигушки, я не буду показывать то, что он знает. Я сейчас не помню. Короче, если вы смотрели наши видосики, то вы знаете, да, что я первым делом всегда показываю такую штучку. Что ты показываешь? А вот какую штучку я не скажу, потому что я сама забыла. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Да, я первая, я, точнее, ты будешь первой крутить и выбирать себе задание. Я проиграл, значит? Да, ты проиграл, поэтому ты крутишь рулетку и будешь выполнять дурацкое задание. Ну, давай, крути. Вот сейчас по-любому какая-нибудь жопа выпадет. Фух, давай, хоть бы сесть на шпагат или еще что-нибудь такое. Да, то, что я не умею. Ну, замереть на 10 секунд. Это изи вообще. Это изи. Блин, ребята, это реально очень легко. Я очень хотела, чтобы досталось это задание именно мне, потому что, ну, это реально легко. По сравнению с тем, что там есть, это прям очень нормальное задание. Это лучшее задание, я вам могу сказать, потому что дальше там начинается реально жопонька. Так, ребята, короче, сейчас мы будем идти, и в какой-то из моментов я скажу Денису, стоп, замри, и он будет тупо завершить, стоять. Ну, или как это правильно сказать. Вот, смотрите, мы идем сюда, иди сюда. Берем красивые женские трусики и вот так вот держим. Стоп. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, давай пять. Так, ребят, ну что, пришла моя очередь выполнять задание. Точнее, я еще не знаю, какое задание, поэтому давайте крутить рулетку. Фух. Хоть бы выпало что-нибудь интересное, но не жесткое. Найти самую дорогую вещь. А, ну опять изи. Ну знаешь, такое. Тебе надо найти за минуту самый дорогой товар. Это надо в технику бежать. Мне нужен самый дорогой чайник. Пока что нашла только вот эту кофеварку за 9 тысяч. Мультиварка за 9,800. Нет, это дешевле. Ой, слава, мне еще волосы в глаз попали. Смотри, 9999. Это, по-моему, рекорд. Я не знаю, может быть, здесь есть еще что-то дороже, но мне кажется, что минута уже прошла. Мне зло, что-то попало. Я плачу. То есть ты хочешь сказать, что елка – это самый дорогой товар здесь? Ну, я думаю, да. Ну, по крайней мере, я здесь пока что больше ничего не вижу, а время на исходе. Поэтому я голосую за елку. Пока что нам везет. Пока что задание вполне нормальное и адекватное. Но, блин, что будет дальше? Я не знаю. Поехали крутить. Фух, хоть бы тебе досталась жесть какая-нибудь. Так, попить напиток. Ну, ладно, нормально. Это вообще легко. На самом деле сейчас очень адекватные продавцы. И, знаете, типа, если особенно долго ходить, а мы, как бы, уже долго ходим. Поэтому, ребят, никто не обращает внимания на то, что ты там сделал глоток воды и тупо, как бы, потом все равно рассчитался за эту бутылку. Ну, это я, по сути, и без челленджа делаю обычно. Ну, да. Кстати, если вы тоже так делаете, то ставьте лайкосик. И, как бы, мы будем знать, что мы не они такие. Посмотрим, сколько у нас таких вообще. Да. Водичку бери. Издеваешься? Клево. Будешь? Да. Это, наверное, самое нестремное задание, потому что я всегда приводит, когда нахожусь еще в магазине. Если ты штабируешься, то он по сексу вас. Ладно, собрались и хорошенечко крутим барабанчик. Крутись, рыбка большая, да маленькая. Замереть на 10 секунд. Ну, это, кстати, уже было, поэтому давайте... Еще раз тогда? Да, заново крутить. Пам-пам-пам. Мы не будем выполнять одно и то же, чтобы было гораздо интереснее за этим следить. Найти товар за 25 рублей. Вот это реально жестко. Что-то я думаю, что ты не сможешь это сделать. Мне кажется, что сейчас все товары тупо с копейками какими-нибудь, там 5 даже копеек, и то присутствуют. Да, если ты там найдешь, то 25-50, но это не будет считаться. Да. Это неправильно. Надо вот ровно 25 рублей. То есть это как бы... Мне кажется, вообще... И, кстати, у тебя будет всего одна минута. Почему? А ты думала, ты бесконечно будешь ходить и сказать? Нет. Блин, тогда реально сложно. Я не успею. А что будет, если мы не успеем? Вот мы не выполняем задание. Какое у нас будет наказание? Да просто на интерес. Кто выполнит больше заданий, тот и круче. Ну, я все равно постараюсь это сделать, поэтому давайте смотреть, что у меня получилось. Ищи товар за 25 рублей. Как ты трэш, ты мне заберешь? Так, мне кажется, что легкие задания начинают кончаться. И постепенно будет наступать жесть. Вот серьезно, реально у нас начинают заканчиваться легкие задания. Сейчас остались уже вообще самые трудные, более сложные и более коварные. Там есть одно такое вот задание, которое я прям, ну, очень не хочу выполнять. И если оно мне достанется... То будет прикольно. То будет прикольно, если оно достанется тебе. Давай, крути. Как оно дребезжит? Было. Найти товар за 25 рублей. Это у нас уже было. Осталось реально два задания. Два самых прикольных задания. И не очень. Блин! Вот этого задания я не хотел. Вы понимаете, да? Денису нужно будет спросить, где прокладки? Я как бы просто иногда в магазин прихожу, если мне дали задание купить их, я как бы, ну так, хлеб, майонез... Типа я тянула задание, да? Ну и так, не взначай прокладки. Так, чтобы никто не видел. Срочно в пакет их кладу и все, и быстрее пошел. Ой, блин! Ну ладно, это будет интересно. Вот про это задание мы и говорили. Что это будет реально жестко, особенно для Дениса. Ему будет непросто. Ну, по факту, с другой стороны, а что в этом такого? Почему люди так зазорно на это реагируют? Типа... Типа... Блин, девушки, ходите сами себе покупайте эти штуки. Так, ты слышишь? Нет! Вот вы понимаете, да? Мы сейчас просто ходим и пытаемся найти хоть одного родовца-консультанта. Пока что никого нет. Так. Я не вижу. Здравствуйте. А не подскажете, где прокладки? Мне ультратонкие нужны. Ну, не у меня, в смысле, девушки. Скорее всего, там должно быть. Там, где вы? Да. Спасибо. Вот, пусть. Ну что, помогла тебе консультантша? Да, тебе какие белые зеленые. Ты честно, что для меня, типа... Конечно. Копеец. В смысле, серьезно? Да. Жесть. Ну, не для меня. Давайте будем крутить и смотрим, что же мне выпадет. На шпагат? Здесь на шпагат? Ну, а что, слабо? Да ладно, да не, ну вы че, я не умею. Да ты как-нибудь попытайся. Ну ладно, окей, давайте только договоримся сразу, что на шпагат я садиться не умею, и как бы я там, я постараюсь выполнить это задание, но давайте сразу скажем, что типа, ну как бы я ни сделала... На максимум, на максимум. Да, да, на максимум. Ну все, договорились. Тебе надо сделать шпагат. Серьезно? Я не умею. Но мы договаривались, что если что, я не умею. Пойдет. О, у меня аж ноги заболели. Ну что, ребята, мы очень надеемся, что вам понравился этот ролик. Если это действительно так, то обязательно ставьте лайк, и давайте с вами наберем... 30. 30 тысяч. Ну ладно, 30 тысяч лайков, и мы сразу же придумаем какой-нибудь еще оригинальный челлендж. А, кстати, если у вас есть идеи, то обязательно напишите их в комментариях. Или самый лучший вариант, что вы будете присылать свои идеи нам в директ в инстаграм. Это, по крайней мере, гораздо проще отследить и увидеть ваши пожелания. Ну и не забывайте подписываться на канал, и мы с вами прощаемся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok